Ну, друзья, мы с вами находимся на сороконном рынке. Вот, посмотрите. Вот просто так вот человек стоит и вяжет сети. Ничего не боясь. Вот вяжут. Вот я считаю это ненормальным, когда человек вяжет браконьерские сети. Вот почему такое происходит в нашей стране. Вот люди не боятся ничего. Вы видите? Полный перечень, какие хочешь. Здрасте. Здрасте, говорю. Это же браконьерская сеть, зачем вы это делаете? Это же незаконно. Нет, она от них не наборкает, как ее называют. На шо? Птичка не крыть будет. Что, что? Птичек крыть. Птичек крыть? Да. Так это рыбацкая сеть. Птичек крыть. Вот. Правильно. Ну, они потом палки ставят, вот как накрывают их. Девушка, это же рыбацкая сеть. Рыбацкие сети. Это просто полотно на заказах. Ну, полотно. Ну, это же незаконно. Ну, как это незаконно? Ну, это же браконьерские сети. Нет. А какие? Браконьерские сети, это идут с грузами и поплавками. А вон, что это не груза. Просто поставить поплавок и все. Туда еще надо поставить поплавок. Ну, вон у вас поплавки продаются, вон. Бери, какие хочешь. Это на декор берут. На декор? Да. Это лишь. Понятно. То есть у вас есть куча отмазок для того, чтобы продавать браконьерам сети. Я правильно понимаю? А вы видите хоть одну сетку? Ну, вот я вижу, вот, вот. Так это на птичек берут. Это на птичек. А еще заказывают на декорацию. Понятно. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы продаете сети, это законно? Вот эти, да. А вот те? Это законно, да. Вот эти вот. Да, да. Вот эти вот. Можно продавать. Почему можно? Нельзя продавать готовые изделия. Поплавки, грузики готовые. Сразу берете и кидаете рыбу ловите. Ага, то есть отдельные, отдельные варианты, отдельные варианты можно? Это можно продавать. Можно. По закону. Готовы нельзя, это будет уже по конверскоу сочетаться. А отдельная сеть, вот такую, например, да? Ну, это, да. То есть купил, купил отдельно вот такие грузики, да? Да. Отдельно купил вот такие вот поплавки, правильно я понимаю? Да. И тогда можно, получается, считается бракодинская сеть. Ну, если вы сами ее сделаете. Да. А так, получается, отдельные элементы купить можно. Можно, да, можно купить. И это законно. Законно, да. Это просто материал. Скажите, пожалуйста, и популярностью очень сильно пользуются. Ну, вот вы видите, сейчас ни одного человека нету. Короче, называется конструктор Лего. Сделай сам себе, да? Браконьерскую сеть и иди на реку. Вот тут разрешение пойдет, тут браконьер. Тут разрешение, тут рыбак. Вся разница, понимаете? Я вас понял. То есть, получается, спрос порождает предложение, правильно? Так, то есть, у вас получается, а я теряю, а вот эти, это нормально? Вот они у вас на головой. Это садок. А, это садок? Да, садок. Понятно. Я теряю тоже нельзя продавать. Нельзя. Они готовы, вылезать. А вот это что? Продавать что, нельзя? Продавать? Сети? Сети, конечно, нельзя. А вот там... Ну, вообще, правильно, вот это Дель называется. Это Дель. Что, все спрятали уже, да? А? Все варианты спрятали? Ага, а что? Я прошу. Думаете, что это уже что-то? Ну, я вот не войдем, это на птицу. Ага, да-да-да, на птицу, да, рассказывайте. Вон, идите у них, спросите. У кого? Качалки, там на птичку ловят. Угу. Ребята. Не, ну, в школу. Здравствуйте, ребята. Скажите, вот это вот сеть, это законная штука? Да. Вот это? Да? Вот то же самое. А наш без поплавков, без дель. Да, то есть, бери, покупай варианты. Куча всего продается для того, чтобы браконьерить. Ну, такими вариантами, конечно, мы далеко не пойдем. Так у нас за несколько лет не останется ни одной рыбы в наших реках. Поплавки, пожалуйста. Груза, пожалуйста. Все есть для того, чтобы браконьерить. Это какой-то кошмар. Вяжутся. Ничего не боясь. Вот вяжут. Вот я считаю, это ненормально. Когда человек вяжет браконьерские сети. Вот почему такое происходит в нашей стране. Вот люди не боятся ничего. Вы видите? Полный перечень. Какие хочешь. Ну, вы первый, кто пришел и сказал, что у нас какие-то сети продаются незаконно. Я, например, не в курсе, какие сети браконьерские, какие не браконьерские. Мы сдаем в аренду торговое место. И у них есть в правилах торговли, чем запрещено им торговать. А дальше они несут персональную ответственность каждый за то, чем они торгуют. Это да. Абсолютно. Что торгующие птичками. К нам приходили тоже волонтеры, защитники природы, экологи. Все. Я всегда иду навстречу во всем. Если природоохранные организации изъявят желание прийти с проверкой, мы можем предоставить охрану, которая сопроводит их, где они смогут потребовать каждого торгующего соблюдение правил. Продажа тех или иных сетей. Вот есть такой приказ. Вот его номер. Министерство экономики, которое утверждает правила торговли на рынках. Так вот, в 35 пункте есть обязанности администрации рынка, в которых написано, что не допускать к продаже товары, которые запрещены. Видите, да? А какие товары запрещены? Написано в 47 пункте в самом конце. То есть на рынке запрещается продавать. Забороненное изнарядие добывания творын. Запрещенные орудия добычи животных. То есть они являются запрещенными. И администрация рынка обязана это контролировать. То, что изготавливают сети прямо на рынке, говорит о том, что продавцы, браконьеры, ничего не боятся. А почему это происходит? Ну, во-первых, мягко говоря, слабый контроль инспектора Одесского рыбоохранного патруля, за которым закреплен этот рынок. Если бы он начинал и заканчивал свой день здесь, то ничего бы такого не было. Во-вторых, это отсутствие контроля руководства рынка, которое также обязано контролировать и не допускать продажу запрещенных товаров. Ну и третье, самое печальное, друзья, это наше с вами обыкновенных граждан наплевательское отношение к происходящему. Не устану повторять, будьте активными гражданами своей страны, делайте замечания, звоните на горячую линию, не будьте просто равнодушными. Только так мы можем с вами изменить нашу жизнь к лучшему. Вы были на YouTube-канале Всегда Клева. Всем удачи, всего хорошего. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!